Добрый вечер, в эфире «Весть Карачаева Черкесия» в студии Руслан Жукаев. Накануне глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании, которое провел с руководителем российских регионов и крупных компаний председатель Организационного комитета по подготовке и проведению форума «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В рамках совещания участники выставки представили концепции своих экспозиций, озвучив ключевые мероприятия в рамках культурной событийной программы региональных экспозиций. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что основы экспозиции Карачаева Черкесии в рамках международной выставки форума «Россия» заложат смысловые линии ближе к горам, ближе к людям, ближе к звездам. Напомним, что она пройдет на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. В Черкесске состоялся обучающий семинар для кандидатов в новый состав Общественной наблюдательной комиссии при Общественной палате Карачаева Черкесской республики. Каковы цели и задачи обновленной комиссии, какие требования к кандидатам и как будет проходить взаимодействие с Комиссией Общественной палаты России, узнавал Мурат Жанкезов. Согласно Федеральному закону, Общественные наблюдательные комиссии, сокращенно ОНК, осуществляют общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Члены комиссии имеют право беспрепятственно посещать соответствующие учреждения и проверять то, как соблюдаются права задержанных, арестованных и осужденных. 9 июня был дан старт формированию нового состава наблюдательной комиссии в Карачаево-Черкесии. Для того, чтобы процесс подачи документов от кандидата в ОНК прошел юридически грамотно, Общественная палата России проводит подобные обучающие семинары в регионах. Мы проводим ряд рабочих встреч с представителями силового блока, так называемого. Это органы СИН, МВД и прокуратуры. Также мы проводим встречи с представителями правозащитного сообщества. Это уполномоченные по правам человека, Общественная палата региона. Ну и, соответственно, с органами исполнительной власти региона. Вот это тот круг интересантов, так называемых, которые так или иначе соприкасаются с деятельностью ОНК. С каждым из них мы проводим рабочие встречи. Ну и финалом или апогеем нашей такой поездки является обучающий семинар. Председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов проинформировал участников семинара, проходящейся и часть процедуре выдвижения кандидатов в новые составы ОНК-субъектов страны, о задачах, которые будут стоять перед обновленными комиссиями и возможных сложностях в процессе общественного контроля. В формате диалога, в формате общения как раз обсуждаем те вопросы, которые стоят сегодня перед институтом ОНК, новые, так сказать, процессы в законодательстве, новые требования к самим комиссиям. Ну и, соответственно, отвечаем на вопрос кандидатов, ведем такой диалог. То есть, сам формат обучающего семинара – это некая такая оболочка. А вообще наша задача – это провести диалог именно по тематике развития ОНК в каждом регионе страны. Общественная палата России, понимая отсутствие коммуникации между регионами, сформировала и закрепила на законодательном уровне координационный совет, в который вошли все председатели региональных ОНК. Благодаря этому в субъектах появилась возможность коммуницировать, обмениваться информацией, проводить обучающие семинары, делиться победами и проблемами. Вертикаль – это общественная палата России и субъекты, и горизонталь – это взаимодействие между самими субъектами. То есть, мы добиваемся таким образом того, что региональный ОНК начинает контактировать между собой, решать вопросы, которые, ну, допустим, интересы людей, которые живут не все, они могут находиться, местах, на содержании на своей территории. Кто-то у нас убывает на другие территории. Возникает и это вопрос у родственников, у тех людей. И, соответственно, горизонтальные связи и возможности взаимодействия ОНК позволяют снимать эти проблемы и вопросы. В ходе мероприятия участники обсудили основные требования к кандидатам и общественным объединениям при выдвижении в состав ОНК, а завершится формирование нового состава общественной наблюдательной комиссии 8 августа текущего года. Мурат Ченкиозов, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Развитие курорта Донбай идет активными темпами. В частности, в курортном поселке появится Дом культуры. Совершается также работа по строительству туристско-информационного центра. Развивается в Донбай и туристическая инфраструктура. В этом году в рамках программы развития курортов Карачаева-Черкесии планируется сдать в эксплуатацию шестикресельную канатную дорогу. В планах на 2024 год строительство еще одной гондольной канатной дороги. Кроме того, в поселке проводится ремонт двух мостов через реку Аманаус и Домбай-Юльген. Обновятся и пешеходные дорожки. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременный дождь и гроза, Днем преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 10, а днем 24-29 градусов тепла и местами до плюс 22. В Черкесии ночью кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17, а днем 26-28 градусов тепла. Сегодня в Черкесске открылся первый на Северном Кавказе фирменный магазин «Домате». Теперь для покупателей намного ближе и доступнее стал широкий ассортимент свежих и качественных товаров этого производителя. На открытии побывала и наша съемочная группа. Репортаж Артур Амхце. Подарок для гурманов и ценителей мясной продукции из Карачаева-Черкесии. В региональной столице открылся первый на Северном Кавказе фирменный магазин группы компании «Домате». На его прилавках представлена широкая линейка товаров. В ассортименте охлажденное мясо, замаринованное мясо для шашлыка, гриля, запекания, тушения, а также рубленные полуфабрикаты и многое другое. В магазине будет представлено более ста наименований продуктов из мяса, полуфабрикатов, готовых деликатесов из баранины, индейки и утки. Это вся продукция группы компании «Домате» представлена брендами «Базарка», «Индилайт», «Озерка». Главное преимущество нашего фирменного магазина – это наличие свежего и качественного продукта на постоянной основе. В магазине будет представлен широкий ассортимент продукции, мясных изделий и полуфабрикатов. Определяющим преимуществом данного магазина можно считать наличие свежего и качественного продукта на постоянной основе. Здесь же можно приобрести консервы из баранины и индейки, производство которых в «Домате» запустили летом нынешнего года. Большинство позиций продукции соответствуют стандартам халяль. Цены адекватные, достаточно приемлемые и гораздо ниже рыночных. А опытный продавец сможет уделить пристальное внимание каждому покупателю, которому будем очень рады. «Свежее мясо, которое есть на любой выбор, можно сказать. Цены достаточно приемлемые. Все чисто, аккуратно. Мне понравилось». Для Карачаева-Черкесии запуск фирменного магазина можно считать знаковым событием. Это важный шаг к обеспечению населения качественными и самыми свежими продуктами по приятным ценам. «Сегодня прошло очень важное и значимое событие. Это открытие собственного магазина фирмы «Домате». Мы, конечно, от души поздравляем с открытием магазина и желаем им успехов на старте и уверенной деятельности, постоянных клиентов, стабильного товарооборота». В магазине налажена и работа с участниками рынка «Хорика», кафе, точками быстрого питания, представителями ресторанного бизнеса со всего Северного Кавказа. При положительной динамике развития первого магазина компания рассмотрит возможность расширения своей сети, открытие аналогичных точек в других городах Северного Кавказа. Артур Махцер, Расулбердиев, Вести, Карачаев, Черкесия. Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» прошел на ВДНХ и собрал более 180 тысяч жителей и гостей столицы. Основной целью фестиваля является знакомство с традициями, культурой народов России и государств СНГ. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В рамках деловой программы фестиваля состоялась стратегическая сессия «Культурный код дружбы народов», посвященная взаимодействию в области туризма и перспективам совместного экономического развития стран СНГ и регионов России. Постоянное правительство совместно с Министерством туризма Карачаева Черкесии презентовали участникам мероприятия туристско-рекреационный потенциал курортов, которые динамично развиваясь, ежегодно привлекают в регион большое количество туристов, рассказали о многообразии возможностей в сфере отдыха и туризма, которые сегодня предоставляет Карачаева Черкесия. В прошлом году к нам в фестиваль была приглашена Карачаева Черкесия в год своего столетия. И, конечно же, мы подружились. И, конечно же, в прошлом году формат участия был выступление на деловой сессии и участие в концерте. А сегодня мы уже устраиваем свою фотовыставку, уже участвуем в фестивале моды и уже представлено в концерте гораздо более широко. Также в рамках фестиваля «Дружба народов» был представлен модный показ известных и аутентичных дизайнеров России и стран СНГ. Каждый посетитель фестиваля смог отправиться в путешествие от истоков этнической моды до современной, познакомиться с традициями разных народов. В модной народной ярмарке участвовало более 70 талантливых дизайнеров. Карачаево-Черкесскую республику представила на показе дизайнер-модельер Зарема Аджиева с коллекцией национальных свадебных нарядов. Зрителям все очень понравилось, все были в восторге, рукоплескали, скажем так. Очень теплая встреча. Хочу выразить огромную благодарность постпредство Карачаево-Черкесии в Москве за организацию, за то, что я вообще здесь нахожусь. Уникальная возможность совершить за несколько дней головокружительное путешествие, не выезжая за пределы города, получить массу впечатлений и эмоций – это дорогого стоит. Уважение чужих традиций и менталитета – секрет настоящей дружбы народов. Наша республика принимает участие в фестивале каждый год, оставляя массу приятных воспоминаний гостям и жителям Москвы. Дарья Тендит, Вести Карачаево-Черкесия. Тысяча выпускников получили свои дипломы по направлениям бакалавриата и магистратуры. В Качагу имени Умара Алиева прошел общеуниверситетский выпускной. Для виновников торжества был организован большой праздничный концерт с участием артистов Карачаева-Черкесии, известного музыкального исполнителя из Дагестана. На праздничном мероприятии побывал и Алихан Липшоков. Этот день для тысячи выпускников в Качагу наполнен радостью и яркими впечатлениями. Сегодня для них открывается новый этап в жизни. В праздничном мероприятии приняли участие сотрудники университета, родители и друзья виновников торжества. Каждый из них поздравлял ребят и отмечал их достижения в течение обучения в ВУЗе. Поздравил выпускников, исполняющих обязанности ректора Качагу Талсултан Узденов. Он подчеркнул важность получения высшего образования и пожелал молодым специалистам успехов в дальнейшей профессиональной карьере. Каждый год, когда мы выпускаем очередной выпуск нашего университета, очень волнительно для всего коллектива, потому что эти пять лет не только мы влияем на них, но и они на нас. И они становятся родными за этот период. С одной стороны, эти пять лет и наш выпуск – это результат деятельности всего нашего коллектива. И нам очень интересно и волнительно думать, что будет завтра с этими студентами, каким успехом они добьются. Нам радостно и немного грустно, что наши выпускники сегодня пополнят ряды профессиональных кадров в различных отраслях экономики республики и страны. Помимо дипломов, лучшим студентам, отличившимся не только в учебе, но и в общественной жизни вуза, вручили благодарности. Сегодня заканчивает наш прекрасный вуз, моя группа в специальности государственного московского управления. Такие прекрасные дети. Они, конечно, маленькими, но уже уходят взрослыми специалистами. И вместе с ними уходит часть моей души, честно скажу. Потому что мы три привыкли, мы их любим, очень воспитанные, хорошие дети. И будем надеяться, что они в жизни проявят себя как специалисты. Выпускники, прощаясь с родным вузом, поблагодарили своих преподавателей, которые в течение обучения делились своими знаниями и оказывали поддержку в реализации их инициатив. Чувства, конечно, переполняют такие волнительные. И в первую очередь я думаю о будущем, что будет дальше. Думаю о своих друзьях, о своих коллегах, о своих преподавателях, которые в течение этих четырех лет обучали меня, делились своим опытом, делились своей любовью. Ощущения очень приятные, зная, что у меня за плечами шесть лет в детской жизни. И они прошли бы прекрасно. И в старости я буду их вспоминать с теплыми воспоминаниями. Мои впечатления самые замечательные, самые теплые и самые искренние. Я так благодарна своим одногруппникам, своим кураторам, своим преподавателям за ту возможность, которую они мне подарили, за обучение в этом университете. Я так рада за всю поддержку и опору, которую они мне оказали и подарили. Я почувствовала, что здесь я действительно ценна, любима и обо мне заботятся. Для всех виновников торжества был организован концерт с участием известных артистов Карачева-Черкесии. Приятным сюрпризом для молодежи стало выступление исполнителя из Дагестана Шами. Участники выпускного навсегда сохранят впечатления, полученные на этом празднике надолго в своих сердцах. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Счастье не за горами». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!